МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 90-е в России борьба за деньги и власть перерастает в войну компроматов. В ход идут любые средства. Каждый его поход в баню записывает сразу несколько видеокамер. Постельные тайны больших чиновников. Понедельник там, было три, там Маша, Катя, Валя. Чего боялся человек, похожий на генерального прокурора? Забрался наверх, приготовься. Нет запретных приемов. Какие рукописи не горят? Вот лучше здесь посмотрите, кто им дал. Где сейчас чемоданы вице-президента Рудского? Чемоданы, почему тут чемоданы? И кому досталась коробка из-под ксерокса? Деньги носились в чемоданах, в мешках, в багажниках автомашин. Кто из звезд шоу-бизнеса стал жертвой компромата? Разговор, боже, что он нес. Кого подслушивали? А за кем подглядывали российские олигархи? Это была война. Одного клана против другого. И секретные материалы на самих олигархов? Этот разговор происходит в марте 94-го. Политические бои без правил в документальном сериале «Лихие 90-е» с Анастасией Мельниковой прямо сейчас на НТВ. Поговорка о том, что и у стен есть уши, в 90-е особенно актуальна. Порой кажется, что слушают всех и всегда. Записывают даже свои личные разговоры, на всякий случай. Это совсем отдельная тема. Причем, с моей точки зрения, просто ключевая, главная. Некоторые самые характерные записи вы услышите сегодня впервые. Они помогут приоткрыть тайны большой политики в «Лихие 90-е». 16 апреля 1993 года. На этом заседании Верховного Совета России всего через полчаса разразится грандиозный скандал. На трибуне руководитель комиссии по борьбе с коррупцией вице-президент Александр Рудской. Я вышел на факты невиданного разграбления национального достояния, в котором участвовали и участвуют весьма высокопоставленные лица из государственного аппарата. Рудской утверждает, что собрал 11 чемоданов компромата на высших чиновников из правительства реформаторов. Реакции президента ждать не приходится. Он отстраняет своего заместителя от всех дел. В отношении вице-президента, как можно ему работать? Имея честь офицера и самолюбие, уйди, если ты не согласен с линией президента. И все. Второй человек в государстве уходит в оппозицию. Но что подвигло Александра Рудского на столь резкий шаг? Существовали ли чемоданы с компроматом на самом деле? Чемоданы, почему тут чемоданы? И какая разоблачительная информация в них находилась? В 1993 году в стране идет настоящая схватка за власть. Кому достанется больше? Парламенту или президенту? Мы работаем, вкалываем так, а извините, члены президентской команды красуются по телефону, по этим самым микрофонам, и обвиняют вот это, вот это, вот это. Когда это прекратится? Я спрашиваю, уважаемый Борис Николаевич. А страна быстро погружается в хаос. Арифметика того времени. Дефицит бюджета 30%. Инфляция почти тысячи в год. Средняя зарплата даже в Москве 7 долларов. В России уже регистрируется новая партия. Партия бедноты. И не знаю, что меня ждет, как вожака в ближайшие дни. Лефортовка, виселица или пуля в лоб за избрание курса быстрого взятия быка за рога. 21 сентября 1993 года Борис Ельцин наносит сокрушительный удар по оппонентам. Он издает знаменитый указ 1400 о распуске парламента. Меньше чем через две недели в Москве начинаются настоящие боевые действия. Руководители оппозиции, среди них и Александр Рудской, забаррикадировались в Белом доме. А их вооруженные отряды штурмом берут мэрию. Затем едут в телецентру Останкино. Пойди отряды в Индил бьют короткими очередями. Поражение. Падают на асфальт. Одни от страха, другие от пуль. Те, кто выжил, отползают и прячутся за машиной. Штурм полностью провалился. И все информационные эфиры шли отсюда прямые. Я думаю, что они это знали, поэтому они рвались сюда. Им нужен был эфир. Я до сих пор уверена, что если бы они прорвались в эфир прямой, и кто-то бы сел, то утром бы у нас была другая сторона. Журналист Марина Юденич перед началом штурма успевает вместе с оператором забраться на крышу соседнего здания. Оттуда она видит все как на ладони. Выстрелы у телецентра раздаются всю ночь. И прекращаются ближе к утру. Застрявший Урал взял в кинотертуаре. И вдруг мы видим, что из-за этого Урала выползает человек. Это было так странно. Другой вот сюрп просто, потому что все уже ходили спокойно, уже не стреляли. А он полз. Полз и впереди себя толкал камеру пятакам. Человек, который толкал камеру, корреспондент французской телекомпании Патрик Бура. Вместе с оператором Иваном Скопаном его ранили во время штурма. Скопан уронил камеру, но не выключил ее. Он ее положил с собой, и камера снимала все. И в итоге она сняла его с мест. Утром следующего дня танки расстреливают здание парламента. Я был в той толпе, которая... которая Белый дом окружала и смотрела на то, что тогда происходило. Полное отчуждение, какое-то туповатое любопытство, тупость и вообще непонятно что. То есть, на самом деле, никто не поддерживал ни тех, ни этих. А единственное, за чем следили, это вот как вот метко или нет танк выстрелил. По официальным данным, в те дни погибли 148 человек. Лидеров мятежа, как их тогда называли, арестовали и отправили в Лефортово. Но не прошло и пяти месяцев, как их отпустили на свободу по амнистии. Сегодня Александр Рудской уверяет, что он до сих пор помнит все, что находилось в его знаменитых чемоданах. Да, действительно, было 11 юмкостей, заполненных полностью документами, подтверждающими разграбление страны. Эти документы, по мнению Рудского, говорят сами за себя. И примеров он может приводить множество. Один из них такой. Управляется 2 миллиона тонн нефти, да, в обмен на 20 тысяч тонн куриных окорочков. Можно посчитать, сколько стоит нефть, сколько стоит куриная окорочка. Или вот такой. На итальянский кредит в размере 200 миллионов долларов закупаются уличные часы. Ну, представляете, которые на столбах. Не уличных часов на столбах неделя. Руководил у нас тогда правительством в ранге заместителя председателя правительства господин Гайдаров. Ну, его подпись практически на всех документах. Вооруженные до зубов крепкие молодые люди отрабатывают приемы по захвату зданий, сопровождению важных персон и технике наружного наблюдения. Все они сотрудники частного охранного предприятия АТО. Это личная охрана Бориса Березовского. Когда мы познакомились с Березовским, он был как бы в воронке криминальных разборок. У него там были так называемые терки солнцевскими из-за магазина «Орбиты». Там они никак не... Он сам ездил на стрелке, рамсил сам. По словам руководителя АТОла, Борис Абрамович не жалеет денег на свою маленькую армию. Теперь у него есть свой спецназ, разведка и контрразведка. Взамен он получает компромат на своих врагов и конкурентов. Вот эта штука, она прошибает человека насквозь. Попало! Березовский записывает и свои собственные разговоры. Этот разговор происходит в марте 1994-го. Человек, чей голос похож на голос бизнесмена Бориса Березовского, делится впечатлениями о первой встрече с президентом Борисом Ельцином. Судя по всему, рассказчик в восторге от этой встречи. Его нужно принять совсем в компанию, понимаешь? Принять президента в компанию. Такая фамильярность возможна только в лихие девяностое. Конец 1995-го года. Страна парализована забастовками и голодовками. А по телевизору показывают заседания депутатов Первой Государственной Думы. Это шоу позволяет хоть на время забыть о своих проблемах. Прошу вас, вы лучше бы кнопками оперировали так же, лихие мои. Прошу вас. Впереди выборы. Но рейтинг действующего главы государства еле дотягивает до 6%. А коммунистам явно на руку бедственное положение страны. Разруха в государстве увеличивает их шансы на победу. Олигархи готовы поддержать Ельцина. Но только на своих условиях. Какие ресурсы могут быть предприниматели? Ресурс один – деньги. Именно деньги, с лучшей точки зрения, являются той силой, которая может воздействовать на политиков. Именно в этот момент правительство в лице Анатолия Чубайса объявляет о проведении так называемых залоговых аукционов. На торги выставляются самые крупные предприятия. Суть схемы такова. Государству срочно нужны деньги, чтобы залатать бюджетные дыры. Крупные предприниматели их дают. В долг – 2 миллиарда долларов. И берут в залог пакеты акций самых прибыльных рудников и нефтяных скважин. Если государство через год деньги не вернет, они смогут эти акции продать. В итоге продали. Правда, по данным прессы, сами себе, через подставные фирмы. Потому что эта сумма – это были те же государственные деньги, которые провели просто по счетам внутри собственного банка, не вынимая оттуда. Никто ничего реально не платил. Вообще ничего. Ноль. Именно так глава Минатепа Михаил Ходорковский покупает одну из крупнейших в мире нефтяных компаний «Юкос». Всего за 350 миллионов долларов. При рыночной стоимости – 20 миллиардов. Зато, по мнению многих экспертов, команда президента получает лояльность, а главное – финансовую поддержку от российских олигархов на предстоящих выборах. Мы поняли, что опасность грозит не кому-то в отдельности, не каждому в отдельности, а всем. Я решил баллотироваться на госпрезидента России и объявляю об этом здесь, в дорогом для меня зале, в родном городе, вам, моим сердцикам, всем гражданам России, для сведения всего мира. Это важное заявление Борис Ельцин делает в родном Екатеринбурге 15 февраля 1996 года. Теперь отступать некуда. Дом приема флаговаза в центре Москвы. Сюда, в гости к Борису Березовскому, съезжаются бизнесмены и чиновники, политики и артисты. Здесь теневой предвыборный штаб Бориса Ельцина. Алло, Алло, Бадрико. Да, Коля, ты слушал, да? Нет, не слушал, я не захватил. Уже прошло у вас, да? Эти голоса предположительно принадлежат Бадри Патаркацышвили и Николаю Глушкову. Оба помощники Бориса Березовского. Тема беседы – второй тур президентских выборов. По слухам, его хотят сорвать. Впрочем, из разговора становится понятно, откуда взялись эти слухи. В общем, мы дали сообщение о том, что сейчас уже вот вторая попытка силовыми методами помешать второму туру президентских выборов. Война компроматов диктует свои правила игры. Профессионалы знают – расслабляться нельзя ни на минуту. Чтобы не стать жертвой прослушки, они изобретают свой язык. Груз вышел из здания, сел в коробочку. Направляется в сторону адреса. Идем за грузом на изделии. Прошли отсечку. Выставились на точки. Прикрепленный пошел за объектом. Закладку установили заранее. Ждем сигналов кукушки. Снимаемся только по отмашке. 20 августа 1996 года. На проходной дома правительства задерживают активистов предвыборного штаба Ельцина. В руках одного из них коробка. В коробке пачки долларов. 538 тысяч. Никакого документа, подтверждающего их происхождение, у курьеров нет. В стане олигархов – паника. Этот голос очень похож на голос Анатолия Чубайца. В те дни руководителя предвыборного штаба Бориса Ельцина. Он делится своими впечатлениями после разговора с президентом. Фактически главе государства поставили ультиматум. Ну, там, ничего страшного. Просто за порядком следят. Люди пытались деньги украсть. Ну, говорю, ваш штаб прекращает свою работу. Ни один человек не сможет принять этого решения. Ну, если вы и так ставите вопрос, как ультиматум тогда, смотрите. Ну, вот такой примерно разговор. То есть он как бы все для себя решил. Вскоре выясняется, эта акция – дело рук службы безопасности президента во главе со всесильным тогда Александром Коржаковым. Когда за контракт вице-премьер получал не меньше 10 миллионов долларов на счет в Национальной банке, за попись только. Молодая Пороск, которая от Гайдара Чубайца пришла, начиная свою деятельность именно с этих вещей, чтобы обеспечить себя. Коржаков уверяет, чтобы опорочить его перед Ельциным, на него выливают ведра с компроматом. Мне после этого назывались и нефтяным королем, и золотым королем, и металлистом. Ельцина убеждают, Александр Коржаков и его служба безопасности готовят государственный переворот. Для Березовского это была удача. Ты слышишь, что Коржаков сегодня звонил Юрия Геннадьевича, да? Нет, не знаю. Это снова голоса помощников Березовского. Над их патроном сгущаются тучи. Но в стане олигарха обо всем знают заранее. Нужные люди и шпионская техника дают им всю информацию. Мы позвонили мне сегодня, это вот мне Саша рассказал. И говорит, ну что, говорит, ну и Березовского мочи. А, это интересная информация. На следующий же день после инцидента президент увольняет Коржакова и директора ФСБ Барсукова. Надо было заменить, поскольку они слишком много стали на себя брать и слишком мало отдавать. Когда-то всемогущему ельцинскому охраннику не дают возможности даже встретиться один на один с главой государства. Я выезжаю в Кремль, звонок адъютанта старшего Кудинцова. Александр Алексеевич, встречи не будет, она отменяется. А что, в чем дело? Он сказал, что я эту встречу не выдержу. Казалось, олигархи выиграли эту битву. Но идиллия длится недолго. В ноябре 1997 года в средствах массовой информации разгорается грандиозный скандал. Поводом становится одна ненаписанная книга «История приватизации в России». Журналисты уверяют, коллектив авторов-чиновников получил за нее бешеные гонорары по 90 тысяч долларов в качестве аванса. 500 тысяч долларов за эту книгу о приватизации – это не гонорар. Потому что нормальный гонорар за книгу у Нобелевского лауреата по экономике – 5-7 тысяч долларов. Авторов брошюры в прессе окрестили «Союзом писателей». Тогда впервые на государственном уровне звучит словосочетание «война компроматов». Вскоре журналист Александр Минкин выясняет. Швейцарская фирма «Сервина Трейдинг», которая перечисляла деньги – всего лишь скромная контора по выпуску открытых. Чтобы расследование не пошло дальше, чиновники признают вину. Гонорар высокий. Это правда. Позже журналисты выяснят – эта скандальная информация появилась не случайно. Один из залоговых аукционов пошел не по тому сценарию, который изначально предполагался. Олигархи рассорились друг с другом. А под удар попали чиновники, которые им помогали. Забрался наверх. Приготовься. Нет запретных приемов. Практически все участники скандала увольняются с государственной службы. Удержаться удается лишь Анатолию Чубайсу. А еще Байсу, так сказать, не отдал. В 99-м году в центре грандиозного скандала оказывается Генеральная прокуратура. На этих кадрах человек, похожий на Генерального прокурора Юрия Скуратова. Сам чиновник до сих пор заявляет, что его дело политическое. Мы доставали всех. Мы доставали Березовского. Мы достали Дубинина, председатель Центробанка, тоже близкий. Мы достали по делу Листьева. Для простых людей Юрий Скуратов навсегда запомнился как человек, похожий на Генерального прокурора. В жестокой войне компроматов победителей не бывает. Это была война. Это была война. Это была война одного клана против другого. К концу 90-х становится понятно. Размах шпионской индустрии в России поистине огромен. Некоторые организации по уровню оснащения и профессионализма уже конкурируют с ФСБ. Явились люди, у которых возможности возросли также многократно. И возможность покупки специальной техники за рубежом. На это они не скупились и тратили деньги на пробитение различного рода подслушивающей аппаратуры. В июле 1999 года проходят обыски в охранной фирме «Сокол Юнц». В ее офисе обнаруживают сотни пленок с так называемыми прослушками на политиков и звезд шоу-бизнеса. В этих коробках записи разговоров Анатолия Лысенко, Иосифа Кобзона, Олега Басилашвили. Фирма использовала самое современное оборудование. Вот это, например, уникальное портативное устройство для перехвата пейджинговых сообщений. Обладая этим устройством, криминальная группировка смогла бы контролировать деятельность или, так скажем, активно противодействовать оперативно-розыскным мероприятиям правоохранительных органов. Вот тут есть девушка одна там. Ну, не одна девушка, а вот там манекенщик. То, что вы сейчас слышите, это не монтаж. Человек, чей голос похож на Бориса Березовского, заказывает девочек на вечер. Ну, подожди, придумай что-то вот такое классное, а? Ладно, хорошо. Мы можем, знаешь, куда даже ко мне поехать. Ладно. Ну, давай. Подумаешь? Хорошо, да. Но только этот, как это называется, возраст. Певица Лада Дэнс тоже стала жертвой охотников за компроматом. Звезда утверждает, таким образом конкуренты ее мужа-бизнесмена пытались его шантажировать. В итоге певица решила бороться с любителями подглядывать и подслушивать их же методами. Звезда обратилась в сыскное агентство. Он боялся выходить вообще, этот идиот. Они записали где-то все разговоры, боже, что он нес. Вот если Пугачева, Кирпоровичу кому-нибудь отдать, что он вообще говорил про них, они его сами куда-нибудь, я не знаю, что бы если бы в лес бы вывезли. 1997 год. К одному из зданий в центре Москвы подъезжает служебный автомобиль. Из машины с мигалкой и правительственными номерами выходит человек и быстрым шагом заходит внутрь. Валентин Ковалев, министр юстиции, точно знает здесь всю обстановку. Раздевалка, комфортабельная парная, джакузи и комната отдыха. Не знал Валентин Ковалев только одно. Каждый его поход в баню записывает. Сразу несколько видеокамер. Эта пленка – хит 97-го года. Ее показали все центральные телеканалы. Дело Ковалева открыло череду громких дел с использованием видеокомпромата. У нас был свидетель, который рассказывал, что ему был отдан приказ, чтобы он, встречая Ковалева, обеспечивал ему, как всегда, пусть. Начав расследование, следователи выясняют удивительные вещи. Земельный участок в престижном районе Подмосковья Ковалев получает за возвращение долга некой швейцарской фирме, а пятикомнатную квартиру оформляют на дочь министра за помощь одной из фирм в уклонении от налогов. Но больше всего журналистов поражает дневник министра, в который он тщательно записывает важные для себя вещи. Он записывал, понедельник, там был в бане, там было три, там Маша, Катя, Валя. Там с одной три раза, с другой четыре раза, одной там пять ставлю, другой четыре. Проститутки, надо заметить, покупались не на его деньги, а кто сказал, что взятки даются в виде только денег. Валентина Ковалева, несмотря на большую шумиху, приговаривают к странному сроку. Девять лет условно. А страна тем временем погружается во все больший хаос. Государство все глубже скатывается в долговую яму. Обычные люди оказываются один на один с безработицей и нищетой. Тысячами закрываются заводы и фабрики. Зарплату не платят месяцами, а то и по целому году. Население России в 90-е сократилось более чем на 3 миллиона человек. Но разве это важно, когда на кону большие деньги и большая власть? Тысячи газетных статей, сотни аудио и видеокассет. История большой игры за деньги и власть. Игры без правил, на кону которой биография целой страны. Наша биография. Это были «Лихие 90-е». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин